МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Найти и уничтожить. Как прошли самые масштабные учения этого года? Мертвая вода. Кто отравил реку в Куйбышевском районе Самары? Зима близко. Готовы ли городские службы к холодам? Боевики уничтожены. Среди личного состава потерь нет. На Тотском полигоне в Оренбургской области прошел один из эпизодов самых масштабных в этом году стратегических командно-штабных учений Центр-2015. В них задействованы почти 95 тысяч военнослужащих. В Тотском тяжелому мотострелковому соединению Центрального военного округа предстояло обнаружить и уничтожить несколько незаконных вооруженных формирований условного противника. Боевую стрельбу на полигоне выполнили мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и армейская авиация. Всего свыше 350 единиц военной техники. Пассажирский самолет, летевший из Самары в Хургаду в Египет, аварийно сел в Ростове-на-Дону. Посадка произошла из-за лопнувшего стекла в кабине пилотов, сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренно севший самолет принадлежит российской чартерной компании. На борту находилось 237 пассажиров. Через 7 часов после экстренной посадки все пассажиры вылетели в Хургаду на другом самолете. Самолет авиакомпании КТЭК Авиа приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону 19 сентября в 19.58. На борту находилось 237 пассажиров. Позже завершенная авиакомпания прислала резервный борт и они улетели в Хургаду. Улет был в 3.18. Готовят трубы летом, а Бианорд осенью. В ближайшее время в Самаре выйдет постановление, запрещающее в центральной части города использование песка как средство борьбы с гололедом. О подготовке Самары к холодам говорили сегодня на заседании в городской администрации. Руководители департаментов доложили, что зиму встретят во всеоружии. Кому все же придется поторопиться, знает Марина Матвейшина. В Самаре продолжаются масштабные работы по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Работать нужно оперативно по каждому объекту. Об этом на совещании в администрации главам департаментов напоминает Олег Фурсов. Нужно обязательно отследить, чтобы необходимые трубы, лотки, подушки бетонные были в наличии. Складированы в месте вскрытия с тем, чтобы не растягивать все это на месяца. И надо организовать работу в три смены. Четыре дня все-таки это долго. У нас ремонты по городу идут, по основным трассам. И перекрывать вот такую улицу, конечно, хотелось бы в минимальном объеме, на минимальные сроки. Тема подготовки города к зиме стала ключевой на совещании в администрации. Уже к ближайшей пятнице в полной боевой готовности должны быть все теплотрассы и котельные. По муниципальным котельным ситуация такова. 31 котельная на сегодняшний день подготовлена на 100%. На 26 котельных завершаются ремонтно-профилактические работы. Процент выполнения этих работ порядка 92%. Работы планируем завершить в срок до 25 сентября. Заранее сформированы бригады дворников и кровельщиков. И по поводу бригад, которые работают на крышах, надо подследить, чтобы у всех были допуски для работы на высоте. Службы благоустройства также готовы к бою со снежными заносами. Вся техника от мини-тракторов до снегоплавильных машин только ждет сигналом. В этом году городской парк спецтехники пополнили 57 современных машин. Закуплены и едут в Самару еще 7 единиц. В случае форс-мажорных ситуаций планируется дополнительное привлечение на договорных отношениях 56 единиц. Но это в основном самосвалы для вывоза снега. Полигоны для вывоза снега подготовили заранее. Заготавливаются противогололедные реагенты. Продолжается поэтапный переход всех городских служб на использование бионорда вместо песочной соляной смеси. С этого года все тротуары будут обрабатываться этим реагентом. Для коммунальных служб зима обещает быть горячей, а для жителей теплой и уютной. Обещают в департаментах ЖКХ и благоустройство. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Стадион «Космос-Арена», где в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, готов почти на треть. Фундамент уже залит. Вскоре начнется монтаж купола. Хорошая погода и, можно сказать, стахановские темпы работы по 24 часа в сутки позволили строителям немного выбиться из графика. В сторону опережения. Марину Кравцову впечатлила стройка века. Строители уже добрались до высшей точки сектора А будущего стадиона «Космос-Арена». С верхнего яруса хорошо видна «Волга». Гигант на 45 тысяч мест с оригинальным архитектурным решением приобретает очертания. Работы на площадке идут круглосуточно. Почти полторы тысячи человек трудятся в несколько смен. Строительство идет с опережением графика. Основа стадиона «Монолитная бетонная плита» готова практически на 80%. На разных участках ее высота варьируется от 1 до 5 метров. Всего же фундамент стадиона будет залит 115 тысяч кубометров бетона. Эти работы планируют завершить до конца осени. Здесь же рядом со стройплощадкой два бетонных мини-завода. Помимо фундамента предстоит залить несущие колонны и перекрытия. А это еще около 100 тысяч кубических метров бетона. Конструкция «Космос-Арены», рассказывают подрядчики, хороша тем, что уже сейчас можно начинать монтаж металлоконструкций, которые будут основой купола стадиона. Вот эти ночные опоры будут являться основанием до времени поддержки опоры. Для того, чтобы на них легли потом основание консоли, так называемые. Почему консоль? Потому что она на 79 метров выдвигается в зону стадиона, накрывает. Первой партии металлоконструкций прибудут в Самару уже на этой неделе. Устанавливать 13-тонный каркас будут в течение года. Благоволит строителям и погода этой осенью. Скорость работ не приходится корректировать из-за дождей. Погода такая хорошая и осень действительно золотая выдалась. Мне кажется, что мы это должны максимально использовать, потому что 16-й год будет работа, а 17-й год недалеко, а здесь уже нужно выходить на финишную прямую. Общественная палаца Омарской области довольна ходом стройки. Контроль за качеством строительства постоянный. Специальная комиссия проверяет конструкции на каждом этапе возведения. А общественный комитет взял под контроль и вопросы организации благоприятных условий труда, медицинского обслуживания и даже культурного досуга строителей. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Акватория Волги под присмотром МЧС. Инспекция по маломерным судам теперь по решению суда будет иметь в Самаре две базы. На реке Татьянка и на территории центральной спасательной станции. Отряд спасателей, который сейчас там находится, продолжит работу в прежнем режиме. По словам начальника главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко, на станции организуют крупнейший центр спасательных сил в Самаре. В 2016 году главным управлением на данной территории будут размещены силы МЧС, силы ГИМС, спасателей, а также Средневоложского линейного управления МВД России на транспорте для обеспечения безопасности и правопорядка на акватории реки Волга в границах города Самары. Здесь птицы не поют, и рыба тоже уже не водится. А ведь еще год назад небольшая речушка в Куйбышевском районе была заповедником. Теперь водную поверхность покрывает мазутное пятно. Кто в этом виноват? Ответ вместе с компетентными органами искала наша съемочная группа. «Здесь не только рыба, наверное, погибла. Трава, видите, вся какая. Речку, наверное, осушить надо и заново залить». Старицу Дубовый Ерик. Речушка длиной всего в 5 километров в Куйбышевском районе всегда была кристально чистой, говорят местные жители. Халим Давлекамов, он уже полвека живет в этих местах, вспоминает. Еще в прошлом году сюда лебеди прилетали. Теперь, когда на речке толстая нефтяная пленка, об этом даже мечтать не стоит. «Здесь айс вот здесь вот стоял, каждый год прилетал. Уток было, море. Сейчас ни одной утки, ничего нет. И рыба, мне кажется, вся уже... Ночью невозможно испарение идет. Это вот как на заводе мы находимся». Резкий запах мазута жители впервые почувствовали в начале августа. Так даже на речке появились нефтяные пятна. Говорят, сильнее всего пахло по ночам. Спустя неделю от местной фауны ничего не осталось. По факту загрязнения речки уже завели дело об административном правонарушении. Виновников пока не нашли. Очищать водоем от губительной нефтяной пленки начнут в ближайшие дни. «Сейчас мероприятия первоочередные – это по очистке именно поверхности водоема. То есть именно той пленки, которая там имеется сейчас. В том числе в рамках бюджетного финансирования, в рамках 100 тысяч рублей планируется осуществить работы по очистке непосредственно береговой полосы от крупногабаритных отходов». По версии следствия, нефть смогла попасть в речку в результате утечки из трубопровода или из ливневой канализации, куда нарушители, возможно, сливали отходы. Виновников ждет штраф. Им также придется заплатить и за нанесенный ущерб. А вот тем, кто рискуя покупает грибы участников, в случае отравления нужно винить только собственную беспечность. В разгар сезона медики призывают жителей быть аккуратнее и напоминают – грибные отравления – одни из самых опасных. Полезные советы записала наш корреспондент. Свой товар грибники возят в Самару в основном из Ульяновской области. Светлана Григорьева рассказывает, что леса там буквально устланы грибами. Главное – внимательно осматривать каждый грибочек. Врага надо знать в лицо. «Опенок должен, если ложный, поясочка нет, юбочка у него должна быть. Я сама их собирала лично. Я перебираю грибы». Собрать съедобные грибы – полдела. Важно их правильно приготовить. В первую очередь, как можно дольше варить, чтобы избавить продукт от смолоподобных веществ. Это сильный раздражитель для желудка. Опаснее всего отравиться бледной поганкой. В большинстве случаев это летальный исход. Но чаще всего, говорят, грибники – камень преткновения, старые добрые опята. «Лот лжиопенок, чаще всего, например. Или, например, даже не свежий гриб. На вид он вроде как бы есть, но на самом деле бывает, что... Ну, в крайнем случае расстройство это точно обеспечено». Первые симптомы отравления – тошнота, рвота, боль в животе. В зоне риска – дети и пожилые люди. Если ядовитый гриб все же угодил вам в тарелку, врачи рекомендуют немедленно вызвать скорую, а до ее приезда промыть желудок водой комнатной температуры. Тем, кто все же не представляет своей жизни без грибов, врачи советуют – без фанатизма. Грибы должны быть добавкой к еде, а не основным блюдам. Лучше всего есть грибы в первой половине дня и ни в коем случае не объедаться. Но главное средство от отравления – внимательность и осторожность. «Покупать на рынке в магазине дикие грибы – это дикость в наше время. Никто же не знает, в каком месте эти грибы были собраны, какая там экологическая обстановка. Как они хранились, вот тем человеком, который их собрал, сколько они хранились, я считаю, что это опасно. Ну, можно купить грибы, которые выращены в закрытом грунте. Шампиньоны, шиитаки, вешенки». У рьяных поклонников грибов свои рецепты здоровых блюд. Нельзя, чтобы среди съедобных затесался хотя бы один ядовитый. «Когда варишь, надо пробовать бульон. Я попробовала бульон. А когда собирала, мне показалось, один грибочек какой-то такой сомнительный. Стала отварить бульон, пробую, а он горький. Все два ведра в унитаз». В лес или в магазин по грибы следует ходить со знанием дела. Девиз «Не знаешь, не бери» одинаково актуален и для грибников, и для покупателей. Валерия Макарова, Алина Чемерец, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре появится многофункциональный госпиталь. Его строительство на территории радиоцентра начнется уже в следующем году. Первых пациентов медучреждение примет в мае 2018-го. В здании центра «Мать и дитя» разместят роддом, диагностический и реабилитационный центры. Сейчас разрабатывается проектная документация. По предварительным подсчетам строительство обойдется в 3 миллиарда рублей. Это будут деньги инвесторов. Областное правительство берет на себя обязательства по благоустройству инфраструктуры, выделению земельного участка и подводу всех коммуникаций. Госпиталь будет расположен по соседству с технопарком «Гагарин-центр». С точки зрения проекта планировки территории, это две примыкающие к друг другу площадки. Одна площадка, где будет размещен стадион, прилегающая инфраструктура, другие спортивные объекты. И вторая площадка «Гагарин-центр». Да, они находятся в целом на площадке радиоцентра, это большая территория, но они отзонированы друг от друга, исходя из того, что они имеют разное функциональное назначение. Пятый всероссийский турнир подзюдо на призы председателя Следственного комитета России прошел в областной столице. Бронзовые медали взяла сборная Самары, серебро у Татарстана, золото у Тюменской области. За выход в финал боролись команды из 11 регионов. С приветственной речью к призерам и гостям турнира обратились губернатор Николай Меркушкин и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «И сегодня, когда мы переживаем очень непростой период в нашей истории, офицеры Следственного комитета Российской Федерации, а у нас большинство, это молодые люди 30 лет, делали все со своей стороны, что касается нашей комбинации, что Россия укреплялась, становилась сильнее». «Именно Самара стала сегодня центром проведения этих соревнований. Это позволит нам еще активнее развивать этот вид спорта и еще активнее делать все для того, чтобы наша молодежь росла здоровой, мрачной, чистой, сильной духом и всегда готовой на подвиг, на подвиг ради своего близкого, на подвиг ради своей отчизны». Дзюдо, регби и даже воркаут – все модные молодежные увлечения на фестивале «Пусть всегда буду я». Его юные участники на собственном опыте доказали, как интересно бывает жизнь, если в ней нет места наркотикам. Репортаж Марины Матвейшиной. «Вот таким оружием мы ударим по плохим привычкам». Спасая мир от вредных привычек, роботы-трансформеры навели шумы в поселке Красная Глинка. Еще больший восторг у местной публики вызвали юные каратисты. Каратэ-кио-кушун-кай – один из самых жестких стилей. Здесь разрешены удары ногами в полную силу. Вся команда на японском языке, а драться можно только босиком. Это обязательно по этикету дадзю. Мы обязаны соблюдать так, как приносили клятву каратиста. Так удобно, действительно. Полностью чувствуешь себя на ногах, опора своя. И не надо полагаться на обувь, на чешки, которые скользят, на кроссовки, которые тяжелые для ударов. Все самые необычные и модные увлечения, которые только можно себе представить, на фестивале «Пусть всегда буду я». Школьники на собственном примере показывают, как здорово иметь хобби. Об этом вам поможет приютные друзья. Вы можете спросить у них совета. Собаки, они очень сложные в дрессировке. Они иногда тупят, вот прям вот очень сильно. Но надо это терпеть, в общем-то. Да, собака? Главная идея фестиваля, говорят его организаторы, это доказать молодежи, удовольствие от жизни можно получить от любимого дела. А вовсе не от пагубных привычек. Многие директора школ говорят нам, вот если ребятам действительно будет это интересно, и они скажут, что мы хотели бы заниматься воркаутом, то мы сделаем все для того, чтобы они этим занимались. Марина Матвеична, Дмитрий Мешканцов, События. 21 сентября православные отмечают большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Он был установлен церковью еще в IV веке. Согласно преданию, Господь даровал в бездетной семье Иакима и Анны дочь, которую назвали Марией. Отец, исполняя данный обет, посвятил ребенка Богу. В дальнейшем Мария стала матерью Иисуса Христа. О проблемах отцов и детей со сцены Самарского драм-театра говорили актеры из Уфы. В столице Поволжья стартовал второй фестиваль «Волготеатральная», собравший 13 актерских трупов всего Поволжья. Впрочем, магическое число на настроение участников, если и влияло, то только в позитивную сторону. Ведь немного пошалить с классикой – это так по-современному. Мариана Мирная впервые для себя открыла, что у немецкой группы «Рамштайн» и «Тургеневских барышень» оказывается много общего. В середине 19 века Иван Тургенев и представить не мог, что отцы и дети будут петь «Рамштайн». Современная концепция классики принадлежит Уфимскому русскому академическому театру драмы, которому выпала честь открывать фестиваль. Кто читал произведения, там очень много разговоров о немцах. И режиссер связал это с современным звучанием «Рамштайном». Но это так свежо и весело, мне кажется. На Самарской земле Уфимский театр за последние 10 лет бывал несколько раз. Актеры на гастроли и на этот раз ехали с хорошим настроением. И не зря. Выезжали мы из 13 градусов по Цельсию в град с дождем. И когда здесь увидели людей в шортах и в маечках, то мы просто были поражены. И поэтому нас встречало солнце и улыбающиеся люди. И поэтому с настроением все в порядке. И тем более ответственность такая. Все-таки открываем фестиваль. Элегантно безупречный гостей фестиваля встречает идейный вдохновитель и организатор праздника, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей Владимир Гальченко. Это для зрителей встреча с театром. Для театров это знакомство друг с другом. Потому что изюминка заключается даже в том, что мы очень редко видим друг друга. И посмотреть, как работают люди в других театрах, в других городах нашей матушки Волги, это всегда очень интересно. Семь дней Самара будет рукоплескать 13 театрам по Волжье. Закрытие фестиваля через неделю. Тогда жюри распределит номинации и объявит победителей Волги театральной. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Акция «День без автомобиля» пройдет завтра в Самаре. Ежегодно к ней присоединяются сотни городов по всему миру. 22 сентября самарские водители без лишних затрат смогут отказаться от машины в пользу трамваев, троллейбусов и метро. Бесплатно проехать в общественном транспорте можно будет, предъявив свидетельство о регистрации транспортного средства. Акция привлекает внимание к экологическим проблемам. В Самаре зарегистрировано больше 400 тысяч машин и именно на них приходится 73% выбросов загрязняющих атмосферу. А теперь время новостей спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейная «Лада» отправила в отставку главного тренера. Пляжные «Крылья Советов» сыграют в Лиге чемпионов. А «Крылья Советов» прервали победную серию. Девятый матч чемпионата Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на выезде в Москве уступили одному из лидеров турнира «Локомотиву». Первый тайм команды сыграли на равных, а вот второй начался с неудачи. Реализовал штрафной ворота «Крыльев» Черлуки 1-0. Второй мяч влетел в ворота «Советов» на последних минутах встречи. Вышедший на замену «Ниас» похозяйничал в штрафной и поставил точку в матче 2-0. Самарский клуб потерпел первое поражение в последних пяти турах и опустился с пятого на шестое место в турнирной таблице. Лидер столичной армейцы. Определился соперник пляжных «Крыльев» по финалу Суперлиги России. Им стал «Питерский Кристалл». Команда с берегов Невы одержала победу в полуфинальной серии над московским «Динамо». И поскольку питерцы уже заранее обеспечили себе выход в Лигу чемпионов, то еще одна путевка в престижный Евро-турнир досталась самарским «Крыльям». Автоматически. Советы будут выступать в ней впервые в своей истории. Главного тренера Тольяттинской «Лады» Сергея Светлова отправили в отставку хоккейного специалиста. Автозаводцы наняли на работу в мае прошлого года на два сезона. Контракт заключили перед первым выступлением «Ладов КХЛ». Свою профкарьеру Светлов начинал в Тольятти. Потом пробовал свои силы на тренерском мостике в Хабаровском Амуре, Подмосковном Атланте и Адмирале. Причина увольнения сегодня – «Лада» после старта в новом чемпионате, отыграв 10 матчей, занимает последнее место в Восточной конференции. В их активе всего лишь две победы. Руководить командой пока назначен Артис Абблс. До этого он был старшим тренером в клубе. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова